Запрещенный в России правый сектор все активнее проявляет себя в обеспечении продовольственной блокады, негласно объявленной Киевом в отношении Крыма. Сегодня активисты в прямом смысле пошли в лес, чтобы найти и перекрыть грунтовые дороги, по которым украинцы могли проехать в обход запретов. Но, похоже, и пограничники Украины, и те же правосеки, решили усилить свою значимость, и теперь не пускают машины и в обратном направлении. Правда, количественно, соотношение выглядит так. В сторону Крыма стоят под тысячу фур, а на Украину с полуострова не пустили два грузовика. Юлия Ольховская следит за развитием ситуации. Перекрывать границу с Приднестровьем активисты батальона «Азов» хотели, но в итоге не стали. Участники так называемой протестной акции постояли пару часов у КПП и уехали, после того, как местные жители начали возмущаться. Если туда везут товар, его что, с датзаром отдают? Сюда же приходит валюта. Правильно говорю или нет? Мы и так рынка потеряли, российский потеряли, европейский нам не дали. Тем временем, граница с Крымом по-прежнему перекрыта на всех трех пропускных пунктах. Чем больше становится затор, тем меньше вежливости в общении между радикалами и водителями. Абсурдность ситуации, по их словам, в том, что сами пропускные пункты работают в штатном режиме, но до них не добраться через зацепление и бетонные баррикады. Машина за таможенную. Я отвечаю за груз. Я расписался, что машина за таможенную. За таможенную. На мне выросли груз. Таможня говорит, проезжай. Эти не пускают. Кто они такие? Они в тупую стоят, выйдут, не проедутся и все. Какие-то люди оборуженные, с бутылками, коктейлями, молотами стоят и угрожают, что все машину спали. Проезда не дают. Что это такое? Где это такое бывает? Наше государство нас запрессует. Более того, по данным российской ФСБ, радикалы сегодня и в обратном направлении ограничили пропуск грузов, который с полуострова везут на Украину. На нейтральной территории между российским и украинским КПП сейчас заблокированы два грузовика. Украинские милиционеры, а по данным МВД их на границе около двух сотен, поддерживают организаторов блокады. В Херсонской области собираются перекрыть даже грунтовые дороги, по которым, как считают в правоохранительных органах, можно в объезд добраться до границы. Я считаю, что блокада будет проходить бессрочно. И рассчитываем мы на месяца. Единственное будет правильное и благоразумное решение – это развернуть машины и вернуться в свои семьи. Однако уезжают немногие. Большинство водителей коротают время в грузовиках. Еду готовят на костре, в поле. В приграничной зоне со стороны Украины абсолютно никаких удобств. При этом организаторы блокады, в отличие от водителей, чувствуют себя вполне комфортно. Разбили полевой лагерь, куда им постоянно подвозят воду и продукты. Каждый час приезжают активисты наши. Мы как стояли, так и стоим здесь. Дни, недели, месяца будем стоять здесь, пока все не выяснится. Петр Порошенко и Арсений Яценюн блокаду поддержали. Об этом в эфире пятого украинского канала заявил уполномоченный президент по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Таким решением, по мнению политологов, украинские руководители только настраивают против себя своих же граждан. А организаторы акции тем временем преследуют собственные финансовые интересы. Скажите мне, какой патриотизм в том, чтобы оторвать Крым от конституциональной Украины? Я понимаю, вот этот Меджилис. Он всегда финансировался татарским, турецким бизнесом. И они четко выполняют заказ турецкого бизнеса. Сегодня мы с Крыма своими силами выбиваем украинского производителя. Глава крымско-татарского Меджилиса Чубаров, он поддерживает киевскую власть, уже предложил создать на границе с Крымом продуктовые базы. А перечень продуктов, которые там можно будет продавать, по замыслу Чубарова, должно определить украинское правительство. В конечном итоге контрабанду и контролировать, и доходы получать будут. Опять же, серые лошадки, которые очень близки к власти в Украине. Вот они заработают. Если кто-то думает, что он сможет обыграть или получать доход, минуя, грубо говоря, губернаторов или представителей Киева, они очень сильно ошибаются. Эти никогда не дадут свои кормушки и контроль контрабанды. Тем временем, лидер националистов Ярош предложил распространить акцию на восток и перекрыть еще и дороги, ведущие в провозглашенные республики.